Удивлять посетителей выставки гости из Узбекистана начали уже у входа. Они организовали кухню под открытым небом. Приезжие повара сразу в двух казанах начали готовить плов по-узбекски. Готовое блюдо смогут попробовать все посетители выставки. Не менее интересно было и внутри выставочного центра Корме. Свою продукцию привезли 230 товаропроизводителей Ташкента. Сферы самые разные. Пищевая, текстильная, строительная и машиностроительная. Легкая промышленность и фармацевтика. Интерес посетителей вызвал и стенд со светофорами, произведенными в соседней стране. Отличие этих светофоров от тех, которые стоят в Чемкенте, что таймер обратного отсчета находится в желтом сигнале светофора. У вас он всегда стоит отдельно. На желтом свете вы экономите за счет корпуса как бы в одном. То есть дешевле получается. Вам нужно купить, вот если таймер отдельный, это таймер стоимости плюс стоимость светофора. То есть у вас увеличивается стоимость. А если он вместе, стоимость меньше. Примерно в 10 раз экономили электроэнергии вот эти светодиодные по сравнению с обычными с ламповыми. Потянулись посетители их солнечным батареям. Угол с источниками возобновляемой энергии привлек внимание и Акима области Жан-Сита Тюмибаева. Зарубежные производители привезли устройства, которые могут нагревать воду и вырабатывать электричество. И все это используя силу ветра и солнца. Толночный коллектор может обогреть до 100 квадратов метров отопления и выдает горячую воду для жилых домов. У нас есть в городе Ташкенте, в Марабадском районе установленный объект, который установлен на 9-этажном доме, 40-м доме. И там живут 32 жилых квартиры. И они используют горячую воду для кухни, для души. Это от наших солнечных коллекторов. На территории Ташкента сегодня работают 150 предприятий с участием казахстанского капитала. Это компании, которые занимаются производством и оказывают различные услуги. Предприниматели столицы Узбекистана надеются увеличить эту цифру. Мы можем предложить линейку продукции промышленности строительных материалов любого спектра. Это и отделочные, и стеновые материалы, то есть любую продукцию, которая вас заинтересует. Кстати, на этой выставке представлены они достаточно широко. Также это и продукты питания, и легкая промышленность. На выставку в Шумкенде соседи также привезли спортивные товары, игрушки и сувениры собственного производства. Аким области Жан-Сюй Тюмибаев предложил узбекским предпринимателям выгодное сотрудничество в перспективе с выходом на рынки России, Белоруссии и Азербайджана. А все те, кто не успел посетить выставку ташкентских товаропроизводителей, могут сделать это в субботу с 9 часов утра до 6 часов вечера. Вход свободный.